Еще полгода назад памперсы для Алины были первой помощью или даже необходимостью. Любимые занятия, тэквондо, волейбол и танцы без этой вещи для 11-летней девочки оказались под запретом. Еще сложнее было пережить насмешки ровесников. Я не могла спортивно заниматься, я не могла носить яркие одежды. Одежды я всегда просто стеснялась и все. Когда совсем маленькая была, конечно, там памперсы, все остальное сильно не замечали. Ну, вроде думали, уйдет, пройдет. Но потом, конечно, когда уже пошли в садик и памперсы не стали носить, то это уже, конечно, стало все явно. Долгое время врачи ссылались на неврологию, однако никакое лечение результата не давало. Обеспокоенные родители привели дочь в Краевой центр охраны материнства и детства. Тщательное обследование показало у Алины врожденная патология – удвоение почки. По словам врачей, таких случаев в последнее время все больше и причин множество. Врожденная патология почек, которая возникает в первые недели беременности. Ну, что-то повлияло. Тлюрография, гриппом болели, алкоголизм, к примеру, и так далее. Такие вещи возникают. По словам врачей, число юных пациентов с урологическими заболеваниями увеличивается. Только за текущие 9 месяцев их около 700. К сожалению, очередь на госпитализацию тоже у нас достаточно высока. Но это связано с тем, что отделение очень специализированное и направляются со всех районов пациенты. И мы в своем составе имеем 30 коек. Как бы если бы коек было больше, может быть очередность можно было бы снизить. То есть работаем мы физически достаточно интенсивно. Попасть на лечение к таким врачам, по словам Алины, было счастьем. Мысль об операции сначала напугала, а после вселила уверенность на новую жизнь. Такую же, как у сверстников. 2 октября, когда урологи будут отмечать свой профессиональный праздник, она обязательно скажет им спасибо. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.